Добрый день, уважаемые ученики, подписчики нашей рассылки, наши зрители. С вами Тимофеева Тамара, и сегодня мы будем с вами создавать платье-сарафан веселый, летний, легкий, который вам поднимет, конечно же, настроение. Он у нас достаточно широкий, посмотрите, клешоная юбка, пояс вставлен в шлевки строго по линии талии, в горловине тоже большая драпировочка и завязочки, американская пройма. Давайте посмотрим, как он смотрится сбоку и сзади. Вот так он смотрится сбоку, посмотрите, вот, боковая часть его, и со спинки посмотрим. И вот такой вот вид имеет он со стороны спинки, такая же точно драпировочка, и такие же шлевки строго по линии талии. Переходим к созданию выкроек, крою и пошиву вот этого летнего сарафана. Для создания этого сарафана летнего нам понадобится, конечно, легкая ткань, полтора метра ширина вот у меня этой ткани, и самое главное, нам нужны базовые построения на вашу индивидуальную фигуру. Вот она, наша база, наша самая удобная конструкция, которая помогает нам с легкостью строить все, что мы хотим, любую одежду, быстро, точно, без проблем. Я надеюсь, что у вас вот такие же базовые построения на ваши личные фигурочки готовы, и вы умеете их строить. Если вы не умеете строить еще базу, полочки, спинки и рукава, срочно этому учитесь. И я вас приглашаю научиться этому вместе с нами. Переходите по ссылочке под этим видео, вы попадете на наш сайт, где подробно можно узнать, как научиться строить ту самую точную базу полочки, спинки и рукава на любую индивидуальную фигуру по европейской системе кроя. Мы ждем вас в рядах своих учеников, ссылочка под видео. А я уже приготовила базовое построение, которое я создавала на свой манекен конкретным свету, предварительно сняла с нее точнейшие мерки, и вот по европейской системе построила базу полочки и спинки, с которой я буду сейчас работать. Сначала мы поработаем с полочкой. Нам понадобится для этой модели вот эта база только до талии, до линии талии. Я отрезаю по линии талии вот эту нашу конструкцию. Сразу освобождаюсь от того, что нам не пригодится. Сделали. А теперь вот эта вытачка, она перейдет в линию талии, потому что нам нужно освободить плечо. Сделать его удобным для конструкции. Накладываю друг на друга и склеиваю. Теперь наша с вами задача опустить линию проймы, поскольку это сарафан, на 2-3, даже на 4 сантиметра можно, поскольку это летний сарафан. Вот я делаю на 3 сантиметра. Вот здесь ставлю точку и меняю линию проймы. Посмотрите-ка. Я ее поменяла, то есть опустила. Опустили. А теперь наша задача с вами вот эту американскую пройму покроить. Мы вот ставим вот касательную, вот к этой самой выпуклой части проймы, касательную. Вот здесь для чего я опускаю линию плеча и как бы укорачиваю горловину. В этом месте, вот на стыке плечевом, будет завязываться узел. И вот это расстояние у нас с вами небольшое между полочкой и спинкой в области горловины и стыка плеча нам нужно, чтобы бантик расположить. Поэтому на пару сантиметров давайте вниз опустим для удобства завязывания бантика. Вот так. И вот эту точку соединяем с касательной самого выпуклого участка проймы. Вот и вся американская пройма. Срезаем. Заготовочка у нас с вами готова для того, чтобы уже вот по этому лекалу можно было покроить сарафан полочка. Спинка. То же самое делаем на спинке. Что мы делаем на спинке? Мы делаем американскую пройму на 2 сантиметра вниз. Ой, на 3, извините. На 3 сантиметра вниз опускается пройма. Здесь у нас с вами, как я уже сделала на полочке, мы на 2 сантиметра опускаемся. Сейчас я здесь сделаю это же самое. Вот так. И вот эту точку соединяю вот сначала с самой выпуклой точкой. Можно сначала пройму вырезать. Тут уже, знаете, разницы нет. Так. Опустили пройму вниз сначала. А теперь делаем касательную. Вот она наша касательная. Вот самая выпуклая точка проймы. Это и есть наша касательная. Сделали. И срезаем. Так. Вы знаете, вот тут уже у нас на горловине. По желанию. Если вы хотите очень близко к горлышку, чтобы подступал бантик вот с правой и с левой стороны, то оставляем, потому что эта база у нас прямо по основанию шеи проходила горловина. Если хотите, чтобы чуть-чуть она отходила от нашего как бы основания шеи, можно вот буквально капельку, вы смотрите, на сантиметр. Вот здесь не надо вниз опускаться. Она вот именно эффект этой горловины, что она высокая. И здесь тоже. Вот буквально 1 сантиметр расширила. Все, готова наша выкройка к тому, чтобы приложить к ткани и покроить паучку и спинку. Итак, мы раскладываем ткань. Ткань мы раскладываем углом. Вот я вам показываю. Посмотрите, видите уголочек, да? Я на уголочек сложила вот таким образом ткань выпрямила. Вот тут я сколола булавочками. Вот здесь у нас, посмотрите, кромочка проходит. Вот она, кромка. То есть ткань сложена углом вот при ширине метр пятьдесят. Я ее вот таким образом разложила. Вам понятно. Это косая, да? Это вот у нас с вами сгиб. Вот я вам объяснила, как я сложила ткань. Угол. Вот это вот поперечная, а вот это внизу долевая кромочка. То есть поперечную долевую, конкретный угол сложила, разложила. Беру деталь полочки. Мы ее вот должны выкроить таким образом, чтобы у нас вот здесь впереди по горловине образовалось как можно больше складочек. Выточка-то она у нас ушла туда. Она будет вот здесь собираться на талии и будет все это для грузи, выточка. А вот чтобы создать красоту на полочке, мы по горловине должны как можно больше, как можно, как больше позволяет нам этот угол. Вот я двигаю вверх, ну, сантиметров десять-двенадцать, смотря какой у вас размер. Например, этот сарафан, не спрашивайте, на какой размер можно шить. На любой, потому что он строится по вашей индивидуальной базе. И поэтому хоть на шестьдесят второй размер, пожалуйста, сарафан построится. Единственное, что я потом дальше, когда будем крыть, я объясню. Маленький клин нужно будет вставить вот в нижней части с одной стороны. Но это даже можно обыграть, этот клин сделать как валан и получится еще более симпатичный сарафанчик. Потому что здесь может в длину не пройти, если очень большой размер. Если размеры средние и маленькие, длина великолепная. Получается чудесная длина. Итак, десять-двенадцать сантиметров. Вот это линия середины переда. Вот это наш сгиб по косой. На расстоянии 10-12 сантиметров я выкладываю вот эту нашу выкройку. Параллельно идет линия. И двигаю вот сюда, поближе вот к этому местечку. Сильно вот сюда расширять не надо. Такой степени, чтобы шов у вас шел именно по этой линии. Нет, мы будем немножко уже делать, чтобы выиграть длину. Итак, разложила. Оставила вот здесь сантиметров пять. Это все параллельно у нас идет. Беру грузики, придавливаю. Беру мел цветной. Вот она наша горловина. Здесь у нас линия кроя, шва вернее. Я обвожу сначала выкройку. И прибавляю сюда примерно 3 сантиметра. Мы будем делать кулиску. Вы знаете, ткань у меня тонкая, шелк. И чуть-чуть она амортизирует. Поэтому здесь для кулиски я не буду отдельную деталь выкраивать. Если у вас ткань другого характера, можете выкроить отдельную детальку. Так, здесь у нас прибавляем 1 сантиметр всего лишь на шов. Больше ничего не надо. Вот, 1 сантиметр на шов. Повернули по пройме. Вот сюда. И вот здесь, посмотрите, что мы делаем с вами. Мы берем вот эту большую ленту. Или большую, очень большую линейку, что я, например, не люблю. Она цепляет ткань. Вот наш боковой шов. Примерно вот в этом же направлении вниз. И посмотрите, что получается. От нижней точки проймы до линии низа сарафана целый метр. Этого очень даже достаточно для длинного сарафанчика. Вот я делаю вот здесь линию кроя. И выкраиваю сарафан. Но очень-очень важный момент. У нас с вами будут шлевки для пояса. Именно по линии талии. Строго по линии талии. Именно они держат всю конструкцию. Вот здесь по линии талии я делаю 2 разметки. Третья разметка будет по линии бокового среза. Вот здесь одна шлевочка у нас с вами в боковом будет срезе. И вот здесь делю на 2. Вот здесь будет одна шлевочка. И вот тут вторая. Это линия талии. Шлевки выше пришиваются линии талии. Не на уровне талии и ни в коем случае не ниже. Выше линии талии. Раз, два, три разметки для шлевочек. Тут будет бантик завязываться в центре. Все, выкраиваем. Проймочка должна быть четкая. Это не приблизительный сарафанчик. Это очень четкая конструкция. А теперь от линии талии, которую мы прекрасно с вами обозначили, мы откладываем линию низа. Проще простого. Вот у меня линия талии. От линии талии 77. От линии талии 77. От линии талии 77. Вот она линия ниже. Выкраиваем. Все. Сразу, сразу берем булавочки. Разметочка раз. Для шлевочек два. И три. Сразу делаем разметки. Пока у нас ткань лежит идеально. Разметочка. Разметочка. Разметочка талии. Полочка выкроена. Точно так же беру другой угол. Так же складываю. Вот здесь у меня сгиб косая. Вот здесь у меня поперечная долевую сколота. Все я вот туда их выдвигаю. Вот ровненько разложила. Беру нашу выкройку спинки. И прикладываю здесь. Вот к этой верхней части уголочка. Смотрите каким образом. Здесь сантиметров 10 у меня. Вот по горловине. Много не надо очень уж. Вот чуть-чуть можно ниже. А вот здесь, видите, я как выложила. Не ровненько, а вот так вот. Вот таким образом. Чтобы конец проймы и начало бокового среза совпали уже с линией кроя. Потому что у нас здесь, видите, какая линия талии. Она не просто прямая. Она идет по кругу. Поэтому я вот таким образом выкладываю. Вот посмотрите, как я выложила. Так. Чуть-чуть вот сюда придавливаю. Здесь мы берем запасик для кулисочки. Помним, да? Запасик для кулисочки взяли. По пройме мы берем просто 1-1,5 сантиметра. Взяли. Вот некоторые даже будут пройму, я думаю, обрабатывать без обтачек. Так. И поехали вот здесь боковой срез. Берем нашу с вами ленту и выкладываем вот таким вот образом. Посмотрите, вот так я выкладываю вот эта линия талии. Я вот здесь делаю разметочку на линии талии. И проверяю, какова длина. 77 должно быть у нас от талии. Помним, да? Как раз вот они эти 77 и получаются. Я выкладываю. Вот здесь рисую линию кроя. Припуск 1 сантиметр достаточно. Линия кроя сделали мы ее. Разметили линию талии. Вот еще одна разметочка для шлевки. Вот она. И еще одна разметочка для шлевки. Вот, смотрите, пальчиком держу. Поворачиваю. И вот еще одна разметочка для шлевки. Все. Вот по линии талии. Раз, два, три. Сделали. А теперь мы длину выкладываем. 77. От линии талии 77. Вот так. От линии талии 77. И еще один разочек. 77. Вот и все. Выкраиваем спиночку. И сразу в местах шлевочек сразу закалите булавочки, пока у вас не сбилось. Вот раз, шлевочка. И два. Заколола. Выкраиваем. Готово. Переворачиваем. Разметочка для шлевочки. Разметочка для шлевочки. Все. Мы с вами сделали. Вот эту работу провели. И вот здесь на талии тоже. На всякий случай для стыковочки. Теперь нам с вами нужно покроить очень-очень большие-большие, вернее, длинные-предлинные детали. Это завязочки на горловину. Это поясок. И кусочки вот этой же самой завязочки у нас будут использоваться для шлевок. Вот посмотрите-ка. В готовом виде желательно, чтобы было примерно полтора сантиметра. Наши вот эти все завязки, поясочки и бантики. А длина уже рассчитывайте сами. Две большие завязочки на горловину. Большой, очень длинный поясочек, чтобы был бантик впереди декоративный. И вот такие наши шлевки. Последовательность сборки. Ну, сначала мы сделали все завязочки, покроили с вами, подготовили. Две завязочки и один поясочек. Отложили в сторону. Потом приготовили вот такую у нас. Нам тоже понадобится вот такая же тесевочка для шлевок. И первое, что мы делаем, нашиваем шлевочки на полочку и на спинку. Разметки готовы. Вот они на лицевой стороне у меня идут. И вот я беру свои шлевочки и пришиваю. От разметочки не вниз, а вверх, как я уже говорила. Вот моя разметочка. И я пришиваю шлевочку вверх. Раз, два, три, четыре. Четыре шлевочки на полочку и четыре шлевочки на спинку. Пришиваем. Шлевочки нашиты на полочке, на спинке. Вот они, вот они, вот они. А теперь мы с вами боковые срезы соединяем, сострачиваем, обрабатываем. Соединяем, сострачиваем и обрабатываем. Боковые срезы. Встрочим, обрабатываем и утюжим. Боковые срезы готовы, разутюжены. Следующая у нас последовательность. Пройма обрабатывается. И только после проймы мы делаем две кулиски на полочке и на спинке. Кулиска готова. Кулиски, вернее, две готовы. Проймочки обработаны. Наша с вами задача вставить в кулисочку завязочки, вставить вот в эти шлевочки поясок и назевать сарафан. Вот такой сарафанчик получается. Чудесный, прекрасный. Поднимает настроение. Удобный. Вот эти шлевочки, они позволяют в линии талии регулировать ширину, когда вам нужно вдруг чуть-чуть его здесь расставить. А для тех из вас, кто не любит и не носит такую американскую пройму с очень открытым плечом, очень модный тренд нашего времени, особенно нашего лета, которое сейчас на дворе. Вот под такие сарафаны чудесно смотрятся топы легкие, легкие футболочки и даже тоненькие жемперочки в прохладный летний день. Так тоже сейчас носит. Я желаю вам всего самого хорошего, самого доброго. Благодарю вас за внимание. Пускай в вашей жизни этим летом будет как можно больше поводов надевать вот такие чудесные, легкие, радостные сарафаны, платья. Пусть у вас будет хорошее настроение и очень хорошее здоровье. С вами была Тимофеева Тамара. До новых встреч на наших обучающих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok